На главной сцене выставочного зала выбирают лучшую взрослую кошку. Для каждой породы разработан свой стандарт. Судья сравнивает с идеальным показателем питомца, начиная от окраса и заканчивая размером головы. И таким образом выбирает лучшего представителя. Тем временем котята и юниоры, это питомцы до 10 месяцев, ждут своей очереди. Четырехмесячному мейн-куну по кличке Реанора к пристальному вниманию людей не привыкать. Это уже ее девятая выставка. Мейн-кунов на Пермской выставке больше всех. Это одна из самых популярных современных пород. Это очень человеколюбивая порода, очень общительная, неласковая, до невыносимости просто. Это участник всех ваших семейных дел. Что бы вы дома ни делали, кошке нужно, чтобы вы были рядом. Она будет с вами заколачивать гвоздь, стирать белье, красить, клеить обои, все что угодно. Мимо такого питомца сложно пройти кошка необычно больших размеров. Например, этот здоровяк по кличке Буржу еще котенок. 10 месяцев. Весит почти 9 килограммов. Взрослое животное еще больше, от 10 до 15. Обесинская кошка Паулина Флауэр Шардиру, а для своих просто Оля, тоже готовится выйти на ринг. Она единственная представительница этой породы. Несмотря на то, что известна порода уже более 200 лет, в Перми такие кошки – редкость. Кошки ласковые, но характер. Все равно как бы у Абиков, у них присутствует, иногда вот Оля очень добрая, иногда бывают такие посерьезнее кошки. Но все равно очень умные, очень грамотные. И несмотря на, как говорят иногда, что у них такие серьезные кошки, но вот ни царапин, ничего нигде. Все равно очень любят хозяев, очень скучают, очень любят играть. Их еще называют обезьянками кошачьего мира. Вот видите, даже тут она, вот ей куда-то все надо идти. Вместе с пермскими питомцами на ринг выходят и иногородние кошки. Последние приготовления и челябинец, лен, голубоклазый, блондин породы американский керл получат свою оценку от судей. Отличают этих кошек уши необычной формы. У них ушная раковина жесткая, как вот у нас, то есть хрящ жесткий. Поэтому они вот так вот причудливо загибаются. Они вообще очень ласковые, очень игривые. То есть они игривые до старости. Что котенок играть будет, что уже старая взрослая кошка. За время работы выставки судьи оценили полторы сотни кошек. Несмотря на то, какую оценку от судей получил питомец, для каждого хозяина он самый лучший. Независимо от того, породистый ли это мейн-кун или самая обычная беспородная богатка.